Как мне подобрать для себя мужчину? Ты сколько лет? 27. Он просто еще не родился. Подарок Лукашенко. За что наградили Пугачеву? Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом дружбы народов. Таким образом, политик поблагодарил певицу за вклад в укрепленные белорусско-российских культурных связей. Президент Белоруссии Александр Лукашенко присвоил певице Аллу Пугачевой орден дружбы народов. Соответствующий указ глава государства подписал 23 сентября. Исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей, сообщили в пресс-службе политика. Орден дружбы народов является высшей наградой Белоруссии для иностранных граждан. В день 70-летия народной артистки СССР 15 апреля 2019 года Лукашенко в своем поздравлении оценил ее профессионализм и новогранный талант. Ваше творчество, наполненное особым душевным теплом и глубоким смыслом, делает жизни людей духовно богаче, находит живой отклик в сердцах многочисленных поклонников по всему миру. Подтверждение тому неизмененный зрительский интерес к каждому концерту с вашим участием. Говорилось в сообщении белорусского лидера. Российские и советские власти в разное время отмечали значительный вклад Пугачевой в культуру страны. В 1991 году она получила звание Народной артистки СССР, а в 1995 стала вавилиатом Госпремии России. К тому она удостоена ордена за заслуги перед Отечеством 2, 3 и 4 степени. В июне этого года стало известно, что Пугачева выступит в Минске 2 ноября. Как сообщил концертный директор певицы, она намерена повторить успех своего юбилейного концерта, который прошел 17 апреля в Государственном Кремлевском дворце. 2 ноября в Минск-Арене с большим сольным концертом после почти десятилетнего перерыва выступит Алла Пугачева. Боя шоу Примадонна приурочила твоему юбилею, и ей снова есть о чем рассказать своим поклонникам. Написала Елена Чебракова у себя в Инстаграме. Ожидается, что народная артистка СССР выступит с той же программой, которую она исполнила весной. В тот раз певица порадовала поклонников хитами разных лет и яркой работой танцоров и актеров. При этом, выступая в Москве, Примадонна подчеркнула, что это будет единственный концерт. Тогда СМИ писали, что билеты на московский концерт к певице разлетелись в очень короткий срок и стоили огромных денег. По информации, цена на место партнер начиналась от 100 тысяч рублей. Позже стало известно, что попасть на юбилейное шоу не удалось даже известной российской певице Наташей Королевой, поскольку она не успела купить билет вовремя. Королева призналась, что она не вхожа в круг близких людей Примадонны, поэтому никаких других путей на выступление звезды, кроме как по билету, у нее не было. Она также рассказала, что ее мама большая поклонница Пугачевой и давно мечтала попасть на этот концерт, ради которого даже отменила важную поездку. Но мы поздно спохватились. Я бросилась покупать билеты, а их уже не было. Причем ни за какие деньги. Я звонила друзьям, но достать не смогла. Билетов действительно не было ни в партнеры, ни на балконе, ни в директорской ложе, цитировал артистку собеседник. С критикой Пугачевой, в частности, выступал журналист Сергей Соседов. В интервью в «Вечерней Москве» он осудил Примадонну за заоблачные цены на ее сольный концерт. Дело в том, что я действительно искренне не понимаю, как может человек выходить на сцену и давать концерт один раз в 10 лет. Но понятно же, что если это так, то исполнителю явно по барабану и сцены, и зрителей. Этот концерт как кость брошенной публики. «Ну, я знаю, вы меня любите, знаю, чего там-там хотите. Ладно, я выйду, что-нибудь вам спою». «Вот так это выглядит на самом деле», — сказал он. Кроме того, Соседов выразил сомнение по поводу покольных данных Пугачевой. «Концерт сплошь фанера. А Кобзон выйдет и две-три песни живую споет. Никакого плюса, только аккомпаниатор его. Вот это уровень служения искусству. И сравни это с тем, что сейчас происходит. Уже на концерте к шестилетию Примадонна была сплошная фанера», — заключил он. Примадонна в российской эстраде одна из самых знаменитых и апартажных певиц, известная не только сильным голосом, яркой внешностью, но и неординарным поведением, как на сцене, так и в реальной жизни. Алла Пугачева впервые вышла на сцену в пятилетнем возрасте, тренинг в участии в большом сборном концерте в колонном зале Дома Союза. Вскоре, разглядев девочке талант, родители отдали ее музыкальную школу, после окончания которой будущая звезда поступила в музыкальное училище имени Ипполитова Иванова на дирижиссерское хоровое отделение. Алла росла активным и бойким ребенком. У нее были постоянные проблемы с поведением. В 14 лет Пугачева начала курить и до сих пор не расстается с вредной привычкой. За свой нравный характер и умение за себя постоять во дворе и школе ей дали кличку «Фельдтипельфельд». В 1977 году, после съемок в фильме «Женщина, которая поет», Алла Пугачева становится невероятно популярной. За долгие годы карьеры Пугачева выпустила около 20 сольных альбомов. Записала сотни песен, наиболее популярными из которых стали «Миллионы», «Алла Хрос», «Орликина», «Женщина, которая поет», «Свеча» и многие другие. Алла является автором многих песен собственного исполнения. Остает отметить, что в начале своего творческого пути певица писала музыку под свидонимом «Борис Гарбонос» и скрывала авторство. О великой певице было снято множество документальных фильмов и программ не только в России, но и в Украине, Казахстане, Германии, Финляндии, Польше, Эстонии, Швеции, Франции, Канаде. Она снималась в кино, принимала участие во многих телепередачах, занимала озвучиванием персонажей мультфильмов. В современном мире Пугачева является эталоном красоты, таланта и успеха. И удивительно, что Игорь Николаев, Владимир Пресняков, Сергей Зверев, Перед Киркоров и другие известные исполнители посвятили певице своей песне, наполненной восхищением и любовью. Алла Пугачева пять раз была замужем, от первого брака у нее есть дочь, известная певица Крисина Арбакайте, которая подарила Пугачевой троих внуков. Никиту Дэнни и Клавдин уже более 10 лет мужем-артистки является юморист Максим Галкин. В 2013 году 40-катная мать родила паре двойни, дочь Елизавету и сына Гарри. В сети не первый раз восхищается тем, как сейчас выглядит 70-летняя Алла Пугачева. Всегда стильная и молодежная одежда, минимум макияжа и хорошее настроение. Поклонники не раз писали, что с каждым годом артистка словно молодеет. На днях Алла Борисовна в очередной раз доказала, что выглядеть хорошо можно в любом возрасте. В своем профиле она разместила несколько пляжных фоток, депозируя в крупном плане и с минимальным количеством косметики. Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. Пять минут в море и на солнце результат налицо, без нужд. Может, это семь в молодость пришла? Пошутила под фото Алла Пугачева. А вот поклонники отметили, что она и правда только молодеет. Уже лет в десять Алла Пугачева обнаружила у себя удивительные способности. Она поняла, что может видеть будущее, предсказывать собой те, и этот дар сохранится на протяжении всей жизни. Особенно яркими такие видения были в детстве. Иногда проявляла чудеса гипноза или прозорливостью, не знаю уж, как лучше назвать. Алла Борисовна рассказывала, что в юности подружки в очередь выстраивали за прогнозами относительно женихов. Пугачева и своего главного служенного Максима Белкина увидели в прыщем в сне в тринадцать лет. Наша встреча была предопределена на небесах. В тринадцать лет мне приснилось, что я танцую с мальчиком в одной очень странной аудитории. Это был зал, где справа находилась стеклянная стена из каких-то витражей, а слева многим цветок. Я поняла, что нахожусь в будущем. И когда ко мне во сне подошел мальчик и сказал «потанцую», у меня сердце ушло в пятки. Не могу объяснить, что случилось. Во время танца у меня появилось необъяснимое влечение к этому человеку. А когда позже я переступила порог замка, который устроил Максим, то пахнула. Одна из стен была полностью стеклянная, как и в моем прыщем сне. Продолжение следует...